Некоторое время назад оккупационный режим Нагорного Карабаха бросил клич, приглашая армян из Армении и диаспоры в Шушу. В этом азербайджанском городе, в настоящее время контролируемом армянскими бандформированиями, проживает очень незначительное количество населения. Армяне прекрасно знают, что Шуша – город азербайджанский, и никакие исторические фальсификации этого факта изменить не могут. За почти 30 лет оккупации многострадальные так и не решились массово заселить Шушу. Дома, вынужденного покинуть родную землю азербайджанского населения, либо разрушены, либо заброшены. Бесхозность такого количества квадратных метров жилого фонда очень нервировала сепаратистский режим, и потому несколько лет назад было принято решение выставить дома азербайджанцев на продажу. Не дождавшись массового спроса, оккупанты придумали другой способ решить критическую демографическую проблему оккупированных территорий в целом, и Шуши в частности. Накануне стало известно, что в Шушу, на постоянное место жительства, прибыли две семьи врачей армян из Бейрута. Эти армянские семьи, как и прочие их соплеменники, жили в лучшем месте ливанской столицы. И так вышло, что катастрофический взрыв в порту снес именно армянские кварталы. Ливан – страна бедная, незадолго до взрыва, объявившая себя банкротом. Хотя армяне считают Ливан чуть ли не исторической родиной, одной из многочисленных в списке. Так вот, включиться в борьбу за восстановление страны и ее будущее состоятельное армянство не захотело. Что, впрочем, неудивительно. Две семьи врачей ливанских армян переехали на постоянное жительство в Карабах, в город Шушу. Говорится от 26 августа в сообщении офиса главного уполномоченного по делам диаспоры Армении на официальной странице в социальной сети Facebook. В сообщении указывается, что семьям из Ливана на оккупированных азербайджанских землях созданы все условия для проживания. Ранее марионетка Пашиняна, глава сепаратистского режима Арутюнян, заявил, что самопровозглашенное образование готово принять 100-150 армянских семей из Ливана. Примечательно, что акт незаконного заселения оккупированных территорий переселенцами из диаспоры в Армении выставляют как шаг во исполнение обещанной Пашиняном великой репатриации. В свое время его предшественник Серж Сарксян уготовил роль репатриантов сирийским армянам, бегущими от войны. Различными путями, в том числе обманом, их заманивали в оккупированный Карабах, хотя те хотели селиться в Ереване. Даже умирающая армянская глубинка их не устраивала. Не то что зона конфликта, где в любой момент может начаться война. На оккупированных территориях задержалось немного сирийцев, большинство уехали, и не в нищую Армению, а в другие страны. Так что сирийские армяне не спасли демографическую ситуацию в Нагорном Карабахе. Теперь на историческую родину заманивают армян Ливана. Но о какой исторической родине и репатриации говорит Ереван? Азербайджанский Карабах по определению не может быть родиной ливанских армян. Корни армян Ближнего Востока вообще не имеют никакого отношения не то что Карабаху, даже к самой Армении. Разбежавшиеся кто куда с началом Карабахской войны армяне обосновались в России и на Западе. Но этих армян в Армению и тем более в зону военного конфликта калачом не заманишь. Они в курсе ситуации и прекрасно знают, что в Шуша могут купить или принять в подарок дом только Камикадзе. Остается рассчитывать на Ближневосточную диаспору. Сирийцы сорвались с крючка, теперь очередь сыграть роль тарана перешла к ливанцам. Ереванские политтехнологи посчитали, что наступил удобный момент и следует использовать нестабильность в Ливане в интересах умирающей армянской демографии в оккупированном Карабахе. От попыток нарастить население оккупированных территорий за счет Армении, Еревану тоже пришлось отказаться. Она сама испытывает демографический голод, да и граждане Армении не проявляют интереса к жизни на чужой земле. Стоит обратить внимание, что ливанских армян поселили не в Ханкенде, а именно в Шуша. Вряд ли те сами сделали выбор и вообще имеют какое-то четкое представление о том, куда приехали и чем это может для них закончиться. Расписывая ливанцам прелести жизни на так называемых освобожденных территориях, в Ереване их наверняка не предупредили, что они могут в любой момент оказаться в зоне боевых действий. Сепаратисты Карабаха варятся в собственном бульоне и не имеют легитимного выхода в окружающий мир. И, наконец, самое главное, Карабах — это захваченная Армения территория другого государства, этот факт признан всеми и преследует Ереван повсюду. Цель попыток заселить оккупированный Карабах кем угодно, вполне ясно. Тут нет никаких секретов. В Армении чувствуют, что их карабахская авантюра подходит к концу, и конец этот будет драматическим для оккупантов. Не осталось ни одного аргумента, который работал бы в пользу агрессора. Единственная лазейка — это раздуть демографию и попытаться использовать это в будущем для торга за земли. Сегодня Еревану как никогда необходимо изменить демографическую ситуацию, притянув к нему за уши еще и исторический фактор. Это нужно агрессору по ряду причин. Во-первых, чтобы на случай реализации мирного процесса и возвращения азербайджанских переселенцев на свои земли армяне не оказались в меньшинстве. Во-вторых, в качестве доказательства якобы исторической принадлежности региона армянам. Нельзя не отметить и такой момент. Ближневосточная армянская диаспора с прошлого века является питомником для выращивания террористов. Именно в Ливане появилась на свет кровавая осала, поэтому не стоит исключать вероятности формирования в оккупированном Карабахе уже недоморощенных бандитских групп, а профессиональных и подготовленных террористических структур. Международные правовые акты запрещают искусственные изменения демографической ситуации на оккупированных территориях. В начале 90-х Армения уже нарушила этот запрет, решив демографический вопрос в Карабахе, путем насильственного избавления его от коренного азербайджанского населения. Международные организации в тот период постарались этого не заметить. Теперь Ереван, которому за 30 лет так и не удалось сделать азербайджанские земли истинно армянскими, пытается во второй раз растоптать международное право на глазах ОБСЕ, ООН и прочих организаций. Напрашивается вопрос, ну что посредники, так и будем молчать.